Бороться с бедой нужно всем миром. К такому выводу пришли участники заседания Палаты территориального общественного самоуправления. Сегодня они собрались членами правительства региона, чтобы обсудить, как вместе противостоять распространению африканской чумы свиней. Как заверили сами ТОСовцы, они готовы активнее вести профилактическую и разъяснительную работу среди селян. С подробностями Мария Иванченко. Ситуация более чем серьезная, так характеризовала обстановку с распространением африканской чумы свиней на территории нашего региона. Первый заместитель председателя правительства региона Олег Кирсанов общается с активистами местного самоуправления. Часть из них прибыли в Волгоград, с другими разговор идет по видеосвязи. В 8 районов области 900 личных подсобных хозяйств. Именно столько на сегодняшний день пострадали от африканской чумы. Уничтожено более 18 тысяч голов свиней. Фермерам, которые понесли значительные убытки, власти региона продолжают выплачивать компенсации. На сегодняшний день на компенсацию по выплате за отчужденное поголовье правительством Волгоградской области выделено более 184 миллионов рублей. 40 миллионов с лишним уже получили люди. Продолжается оформление документов со стороны сельских администраций и районных администраций на предоставление компенсации. Однако далеко не все селяне с пониманием относятся к ограничительным мерам, введенным в связи со вспышкой африканской чумы. Некоторые пытаются утаить поголовье свиней, рассчитывая, что их беда обойдет стороной. Нужно активнее работать с людьми и привлекать к разъяснительной работе ТОСы. Такое поручение недавно дал правительству губернатор Сергей Баженов. Ведь именно территориальные органы местного самоуправления сегодня являются связующим звеном между властью и жителями. ТОСовцы не просто поддержали предложение главы региона, но и пообещали подойти к данному вопросу со всей серьезностью. Действительно провести нам огромную работу на местах справиться с этой злой болью и бедой каждого человека. И если мы сейчас самые сознательные, самые активные не подключимся и не окажем помощь нашим людям, то, конечно, беда придет, правильно говорят, в любой дом. Однако, как подчеркнул на заседании палаты ТОС Олег Кирсанов, подключая активистов к решению этого серьезного вопроса, они должны в стороне оставаться и главы муниципалитетов. К выполнению своих обязанностей по ликвидации очагов заболеваний и выполнению карантинных мер руководители районов должны подходить со всей ответственностью. Халатность в этом вопросе просто недопустима. Мария Иванченко, Василий Кострыкин, телекомпания Ахтуба.